Добрый день! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Наконец-то завершил эпопею с редакторами, кое-как удалось скачать Ломаный. И так, как обещал, сегодня посвящаю видео снова жемчужинам советского кино, кинокомедии «Ищите женщину», которая вышла на киностудии Мосфильм в 1982 году. Режиссер Алла Сурикова приспособила пьесу британского драматурга Джека Попуэлла для нужд советского зрителя. Получилась у меня такая комедия с детективным сюжетом. Когда я посмотрел фильм первый раз в далеком детстве, толком ничего не понял, но смеялся до слез. А спустя 35 лет, когда, в общем-то, пришло уже все осознание, что из себя представляет картина. Для меня она стала только лучше. Обозначились как бы грани всего этого бриллианта, я бы сказал. Так вот, Алла Сурикова задействовала поистине звездный состав в ленте. В ролях заняты Метро Роше, Сергей Юрский, Мадам Алиса Пастик, Софи Кочио Релли, птичья фамилия, но актриса просто безумная актриса. Александр Абдулов играет клерка Месье де Шаанс, Леонид Куравлев, инспектор Гранден, Медный лоб. Констебль Максимен Леонид Ермольник. Жена Метро Роше, волшебная Елена Соловей. Действие картины разворачивается, по сути, в нескольких комнатах. В общем-то, это спектакль, если так сказать откровенно. Спектакль. Ничего сногсшибательного в картине не происходит. Никто не стреляет из револьвера, не скачет на грядовом коне и не погружается в пучины океана. И однако же фильм буквально приковывает к месту своей неповторимой атмосферой. Вот это вот атмосфера советского кино. Когда вот ты сидишь и тебе на душе становится как-то так спокойно, умиротворенно. И даже если на экране кто-то там и постреливает, все равно есть такое ощущение защищенности. Ты чувствуешь, что это все происходит не с тобой, не вокруг, а это где-то там. Вот такой атмосферой обладали все картины Советского Союза. Ну а здесь, как говорится, тут есть, конечно, убийство, но оно такое. В общем, можно сказать, спектакль он и есть спектакль. Раньше вот умели так снимать. Сейчас ничего этого уже нет. Как обходились раньше без компьютерных эффектов, без употребления пиротехники. Ну, за исключением, конечно, фильмов на военную тему. Итак, что же там происходит в Ленте? Где-то в Париже в одном из худавых нотариальным бюро случилось нечто. Конторы заправляют метро-роше. Сухарь и педант. Его все раздражает, поскольку человек он уже пожилой, и всякие там новшества вводят его в состояние гнева. Не нравится ему, понимаете, когда женщины носят брюки. Это мешает ему сосредоточиться на работе. Ибо, ибо, впрочем, вы и сами знаете. Что вы улыбаетесь? Вы сделали несколько орфографических ошибок на пятой, семнадцатой и девятнадцатых страницах. Что на вас надето? Это так носят теперь? Потрудитесь перепечатать все. Надо сказать, что в бюро работают весьма незаурядные личности. Каждая из них нечто особенное. Взять хотя бы мадам Алису Постик. Слово Постик было произнесено с французским прононсом. Вот так. Постик. Или так. Постик. Беда с этими французами. Надают черти каких имен. Нет, чтобы просто сказать. Мария Ивановна Петрова. Итак, мадам Постик. Кто сказал мадам? Это вы сказали мадам? Нет, я сказал мадемуазель. А, ну смотрите. Итак, она секретарь-телефонистка и должна вроде держать клиента в курсе их дел. Однако данная особа целыми днями занимает аппарат. Всякими сплетнями, пересказом дешевых боевиков своим подружкам. Убийца выбрасывает его из окна. И тогда он берет автомат и... Трах-так-так-так-так-так-так-так-так. Еще она перемывает кости всем сотрудникам и самому мэтру. Зачем она это делает? Ну, как вам объяснить? Если кратко ей нечем заняться. Ибо дел в конторе кот наплакал. А если копнуть глубже, так сказать, в суть проблемы, то Алиса постиг старое дело. Нет у нее ни семьи, ни детей. И этим все сказано. Далекой юности ее кто-то напугал или бросил. В общем, темная и мутная история приключилась. Но еще более мутная история происходит в конторе мэтра Роше на наших глазах. На носу Новый год. А тут творятся какие-то нечистые дела. Впрочем, известно, что сатана в этот день особенно активно строит козни. По этому поводу хорошо написал еще Николай Васильевич Гоголь в своем бессмертном «Ночь перед Рождеством». Итак, мэтр Роше отчего-то торопится. Впрочем, ему надо идти с женой в оперу на премьеру. В 18.30 он выгоняет всех сотрудников, а сам вроде бы собирается поработать. И работает долго до поздна. До той самой минуты, когда сгущается мрак, и всякие черти спускаются вниз на землю в поисках развлечений. В 19.00 мадемуазель постиг слышать какие-то странные звуки из кабинета метро. Входит туда и обнаруживает бездыханное тело с ножом, воткнутым в спину. Ужас проникает ей в душу, в самое сердце, и она успевает еще позвонить в полицию, прежде чем упасть в обморок. Вскоре на сцене появляются двое новых персонажей. Полицейский Максимен и его шеф, инспектор Гранден. Инспектор страшно зол, как сам дьявол. Он болен гриппом и чихает, как раненый гиппопотам. А вместо теплой постели его вытаскивают сюда. И еще и труп сбежал. Что они о себе думают, эти мерзавцы? Как прекрасно вновь перевоплощается Леонид Куравлев. Смотришь и думаешь. Ведь именно так и должен выглядеть настоящий Гранден. Инспектор начинает допрос свидетелей. И... Кто эта глупая дама, что мешает ему дурацкими ненужными деталями? Она что-то толдычит о его юности на манматре. И некогда возиться с ней, нужно найти хоть какие-то улики. Ну, апчхи! Дельца весьма запутанная и, похоже, весьма скверная. Проклятая мадамазель лезет везде и всюду. И... Сует ему-то коньяк, то еще какую-то непонятную дрянь. Расследование идет туго. Свидетели, как обычно, все глупые, несут дичь, но постепенно клубок разматывается. В процессе находят странное пятно и пуговицу. Ну, пуговица, это ведь если верить комиссару Мегре, почти раскрытое преступление. Вскоре выясняется. Впрочем, далее не буду рассказывать весь сюжет. Потрудитесь, пожалуйста, посмотреть фильм. Самое главное, что надо отметить. Актеры здесь играют просто божественно. Куравлев, Чаурелли, Юрский. Все работают как стахановцы. У зрителя даже не возникает тени сомнений, что перед ними настоящие французы высшие пробы. Куда тебе, Олен Делон? Пей свой одеколон и отдыхай. Ну и в конце инспектор Гранден таки попадает под чарой мадемуазель Пастик, которая оказывается настоящей миссис Марпл. И натягивает его нос своим индуктивным, дедуктивным. Да пес его знает каким методом. Короче, натягивает его нос. Смотрите замечательную ленту, наслаждайтесь. Таких картин одна на тысячу. Спасибо всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok